Суточная смертность от коронавируса в России достигла максимума за всю пандемию. 1106 человек – число летальных исходов за один день. Уже 8 дней подряд в Страдиль гистрируют свыше 1000 смертей от ковида в сутки. В Кургане выкосили 5 гектаров сухого камыша. В микрорайонах Северном и Зайково, где сухая растительность максимально близко расположена к жилым домам, есть угроза возгорания. По требованиям пожарной безопасности, собственники жилья должны сами убирать траву на расстоянии 10 метров от забора. В Кургане пройдет онлайн-встреча по вопросам будущей пенсии. Библиотека имени Маяковского проведет прямой эфир. Специалист пенсионного фонда расскажет, как формируется пенсия, какие факторы влияют на ее размер и даст ответы на интересующие вопросы. Президент России Владимир Путин поручил дать работающим россиянам два оплачиваемых выходных на вакцинацию от ковида. Также Путин рекомендовал губернаторам запретить развлекательные мероприятия и работу кафе и ресторанов с 23.00 до 6 часов утра. В Курганской области приняли законопроект о тишине. В соответствии с документом шумные действия и работы будут запрещены в ночное время, а также с 13 до 15 часов дня, включая выходные и праздничные дни. В Далматовском районе благодаря гранту развивается ферма. В 2021 году финансовую поддержку за счет бюджета получили 50 фермеров и крестьянско-фермерских хозяйств. По программам поддержки фермерам предоставляются гранты до 4 миллионов рублей, семейным фермам – до 30 миллионов рублей. В 2022 году 19 населенных пунктов в Курганской области могут подключить к высокоскоростному мобильному интернету. На развитие и модернизацию всей телеком-инфраструктуры страны выделят более 160 миллиардов рублей. Жителя Шадринска поймали на краже обуви. Мужчину задержали в магазине при попытке вынести товар в сумке. Днем ранее он уже совершал кражу в этом магазине. Зауральцу грозит до 4 лет лишения свободы. Ранее он неоднократно совершал имущественные преступления. Центральный военный округ передал 5 тонн кислорода в больнице Курганской области. Он будет применен для лечения пациентов с коронавирусом. Обеспечение проводится без ущерба боеготовности авиационных частей. Волонтеры Звелиноголовского района стали участниками проекта «Южный лесной пояс России». Педагоги и школьники присоединились к высадке 16 тысяч хвойных деревьев. Благодаря акции район станет зеленее и экологически чище. Министр просвещения Сергей Кравцов дал положительную оценку работе за Уралье. Курганская область вошла в зеленую зону по исполнению показателей реализации национального проекта образования.